Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада новой встрече с вами. Спасибо, что смотрите меня и слушаете. Кстати, вот вам небольшой мастер-класс по дрессуре. Если вам нужно, чтобы ваш любимый котик занял необходимую позицию на вашем рабочем столе, нужно всего лишь под этим столом включить электрическую батарею. Запомните, вдруг пригодится. А я сегодня буду, конечно же, вам гадать на ноябрь 2020 года, но прежде вас приглашаю сделать ритуал посвящения или ритуал активации, ритуал инициации карт. Дело в том, что мне повезло. Я всегда очень радуюсь таким событиям. Я купила новые карты, необычные. Я не знала, что такие есть и никогда таких не видела. Это Таро Цветов. Они буквально так и называются. Вот такая выразительная у них коробочка. Видите? Таро Цветов. Я заинтересовалась, купила кота в мешке, но не пожалела. Сейчас увидите, они очень красивые. И мне будет очень трудно на них гадать. Но я легких путей не ищу. Я знаю, что мне силу кармы, силу гороскопа моего легких пути противопоказано. Они меня все время, извините, заводят не туда. Поэтому мне будет трудно гадать, потому что карты новые. У меня образы не всплывают, когда я смотрю на картинку. Можно сказать, что я как бы вместе с вами буду их осваивать. Но сначала, знаете, к картам прилагалось вот такое вот руководство, книжечка. Я ее... Я почитала вступление. И хочу тоже чуть-чуть почитать его вам. Вот прежде чем вы будете слушать мое гадание на ноябрь, я прошу вас послушать, что такое вообще Таро Цветов, что такое вообще цветы. Мне кажется, текст просто гениальный здесь написан. Да, карты. Ну, вы их еще увидите, рассмотрите, будет такая возможность. В целом, вот как они выглядят. Вот на каждой карте изображен какой-то цветок. Правда, очень красиво. Я еще все не успела рассмотреть. Карта всего лишь 56. Здесь только младшие арканы. По правилам искусства будем гадать. Отдельно на младших арканах. Отдельно, может быть, на старших. Ну, тогда это будет тоже другая колода. Итак, вот такую вам сказку на ночь. Мне кажется, если вы... Это будет такое умиротворяющее чтиво, радиоспектакль. Если вы на ночь пытаетесь смотреть мое видео, вот послушайте, как хорошо сказано. А вы вообще любите цветы? Вот такие красивые, разные, в букетах, розы, пионы. Если вы любите цветы, этот текст вы поймете, о чем здесь. Итак, цветы – это символ совершенства и мимолетности жизни. Они помогают почувствовать собственную энергию и открывают прекрасное во всем, что мы видим. Я немножко сбиваюсь, потому что это не тот язык, которым я владею. Они, то есть цветущие растения, заряжают нас энергией творчества, дают эмоциональный подъем и даже здоровье. Бутон, который распускается, вносит в жизнь динамику, дарит гармонию и умиротворение. Но не бывает... Нет, то есть, но не стоит забывать, что важно не сам внешний облик, а больше внутренняя, камерная, закрытая сила, предназначенная для тесного, для узкого круга посвященных. И эта сила, только эта сила на самом деле имеет великий сакральный смысл. Между миром людей и царством цветов на самом деле существует энергетическая связь. Нежные соцветия цветов имеют большое воздействие на наше подсознание, проницательность и интуицию. Они усиливают восприятие и правильное толкование явлений заоблачного даже мира. Так почему, автор задаёт вопрос, почему мы не используем эти качества цветов? Итак, колода карт с цветами раскрывает галерею образов, мистических цветов, которые ловят, улавливают энергетические потоки из вселенной и как бы проецируют их на нашу реальную жизнь. Цветы — это ваши надежды, ваши ожидания, внутренние решения. Это те знания, с помощью которых таро цветов обращается к вам. Достаточно разобраться с колодой цветов, и мистические цветы раскроют нам свои законы и заполнят наше внутреннее даже пространство. Да. Также автор даёт вот такую вот, смотрите, сноску. Карты цветов не дают однозначные ответы и неоспоримые какие-то догмы, но они только помогают грамотно открыть взаимосвязи между прошлым и будущим, то есть скорректировать таким образом свою судьбу. И любой аркан, любая карта в этой колоде абсолютно реалистична в астральном и в ментальном мире. На картах, карты таро могут... Нет, картам таро можно задавать всякие вопросы. А просто нужно только сосредоточиться. Ну, мы и так это знаем всё, правда, да? Итак, сейчас мы проводим с вами ритуал посвящения... Мы должны зарядить эту колоду. Я думаю, что у меня и так это всегда легко получается достаточно. Ну, не всегда, да. Но давайте сделаем всё, как пишет автор. Итак, посвящение карт в ваши помощники. То есть я сейчас буду вот эти вот карты, вот эту вот колоду таро цветов посвящать в свои помощники. Посвящение карт в ваши помощники нужно делать на нарастающей луне. И вот здесь, друзья, представляете, как нам повезло. Сейчас действительно очень активно растёт луна. Она уже почти полная. Полнолуние там через три дня, да? Вот так. И при этом солнце должно находиться над линией горизонта. Тоже угадали? Свет. Светло. Ну, то есть ещё нет заката. Поставьте... Положите карты на центр стола. Зажгите свечу белую или серебристую. У меня красная. Красная свеча. Можно было поискать белую. Ну, не знаю. Я люблю красные. Может быть, это не так принципиально. Подержите в руках новую колоду карт. Потыркайте. Неизвестный мне глагол. Пока не почувствуете в ответ тепло. Пока не почувствуете в ответ тепло. Вот, смотрите, я сейчас для вас держу эту колоду в руках, да? Хочу почувствовать тепло. В ответ. Пока карта чувствует только моё тепло. Особенности физиологии моей таковы. У меня всегда очень горячие руки. Почему-то в любых обстоятельствах. Ну, можно сказать, что я почувствовала уже тепло. И, да, визуализируйте в пламени свечи свой образ. И дальше изречите. Изречите. Ну, скажите, да? То есть я должна сейчас даже такой заговор по тексту прочитать. Я вам прочитаю этот заговор тоже. Силы юга, запада, севера и востока. Заклина мви. Ну, то есть, как бы, заклинаю вас. Придите и откройте. Придите и откройте. Как кристальный воздух прозрачный чист, так и мои арканы. Мои карты будут чисты и справедливы. И каждый раз, когда карта будет падать на стол в моих руках, так она откроет целую истину. И пусть будет так. И теперь я должна мысленно представить новую... Нет. Должна мысленно представить себя новым владельцем карт. А, и потом завернуть их в ткань. Притиснуть к груди. Притиснуть к груди ткани я не взяла, да? У меня нету ткани, что ли? Сейчас. Нет. Давайте так, ритуалы соблюдаем. Ну, вот, салфеточка. Видите, так, ткань. Можешь сказать, что я завернула в ткань, да? Ну, вот, и, значит, притисните, ну, приложите к груди и сосредоточьтесь. Сосредоточьте вашу... Ну, как-то... Установите свою внутреннюю связь с мистичными цветами. Вот я этим буду заниматься сейчас. Видите? Прижала. Правила обращения. На всякий случай, если вы сейчас начинающая гадалка, и у вас есть карты, может быть, вам вот эти вот ритуалы, вот эти вот образцы тоже подойдут. Посмотрите, что еще здесь автор пишет. Вообще, прям интересная книжка. Я жду, не дождусь, когда потом на досуге интерпретации карты почитаю. Вот, например, не давайте никогда другим людям свои карты в руки. Не используйте карты чаще, чем три раза в день. Очень сложно выполнить. И то, это только для различных людей, можно гадать. Ну, понятно, не для себя, да? 16 раз за день, как многие любят. Тем не менее, при... А, и при этом можете обращаться к картам только с одним вопросом в день. Вот один вопрос в день. Ну, идеально. Лучше один вопрос картам задавать всего лишь один день. Но это явно предполагается такое непромышленное использование карт, бытовое, да? Вот, самое подходящее время для гадания – это период, когда и Луна над горизонтом, и Солнце над горизонтом находится. Ну, вполне выполнимо, да? Вот сейчас такое время. И предсказания, полученные перед полнолунием, очень долгосрочны. Ой, нет. После, вот, вот. Предсказания, полученные после полнолуния, очень долгосрочные. А перед полнолунием, наоборот, краткосрочные. Но время исполнения, время ответов, которые дают карты, сугубо индивидуальное. Если гадаете другому человеку, толкуйте все карты. Вот прелесть, смотрите. Все, как вы хотели. Потому что я уже почти привыкла, что плохие предсказания или какие-то сдержанные предсказания вы прям не любите. А любите, когда я рассказываю, что все будет хорошо, идеально. И вот эта вот книжечка вам подпевает, видите? Если гадаете на другого человека, толкуйте карты в позитивном плане. По возможности отдавайте предпочтение наиболее благоприятным предсказаниям. Потому что человек, на которого вы гадаете, может понять ваши слова слишком безусловно. Понравилась вам лекция? Или утомила я вас, как обычно? В любом случае, ноябрь 2020 нас ждет новые карты. Таро цветов у меня в руках только младшие арканы. Не знаю, может быть вторую колоду я буду использовать. Старшие, например, арканы из какой-то другой колоды буду доставать. Мы начинаем еще раз. Спасибо за внимание. И так, да, карты Таро цветов, лев и ноябрь 2020. Ноябрь 2020 года будет лучше, чем октябрь 2020 года. И уж тем более лучше, чем сентябрь 2020 года. А знаете почему? Это все астрология. Третьего числа Меркурий возвращается в директные движения из, соответственно, ретроградного. Но он недолго там был. Хотя успел многим подгадить. А самое главное, что время ретроградного Марса прекращается 14 ноября. И вот нам всем в середину месяца уж точно должно быть полегче. Все, что задержалось, все, что отстало от нас, все, что не получалось, теперь получится. Давайте в это верить, на это рассчитывать. По крайней мере, с астрологической точки зрения, обстановка на самом деле улучшается. И я по традиции сделаю для вас гадания на 12 домов гороскопа. Кто не знает, что такое 12 домов гороскопа, не знаю, почитайте. Я не буду сегодня в деталях это все описывать, пояснять, потому что я не буду называть карты. Я буду только рассказывать, что я вижу в этих картах, потому что уж очень длинными у меня получается видео. И меня мучает совесть за то, что я так сильно отнимаю время у вас. Максимально кратко стараюсь быть. Львы, работа, давайте, поехали. Сразу зарплата, работа, деньги вообще, карьера. То есть давайте денежно-рабочую сферу сначала рассмотрим и закроем. С работой все неплохо. Да, карты только младшие арканы, если кто-то ждет здесь откровений, откровений старших арканов, их не будет. Только младшие арканы, это хорошо, мне кажется. Мне вот понравилось, потому что, во-первых, это по правилам искусства вообще положено так гадать. А во-вторых, именно карты младших арканов имеют конкретный прикладной смысл. И их очень легко из-за этого как бы приложить к нашей текущей с вами жизни. Итак, карты про работу говорят, что работа будет, работа будет. Исчерпывающий ответ. Если нет, то появится новая. Если есть, то будет та, которая есть, работаться. А для предпринимателей это тоже карта хорошая. То есть вам будет чем заниматься. Вы, ну, соответственно, наверное, будете зарабатывать. Плохо, что вот рядом присутствует такая, знаете, семерка кубков, карта сомнений и иллюзий. Карта сомнений и иллюзий. И она всегда немножко как бы откладывает или размазывает результаты вашего труда, вашей работы. Наверное, для вот новой работы это хуже. Это такая тревожная пара, потому что вместе карты могут описывать труд с каким-то неочевидным результатом. Многого, к сожалению, не дождетесь вы в сфере работы, в сфере профессиональной реализации. Но это только от того, что вы слишком о многом замечтали. Знаете, как вознеслись, ждали лишнего. Все мы склонны до одного ждать лишнего. Карты хорошие, карты не конфликтные, карты не о потерях и не о каких-то сильных переживаниях. Может быть, они немножко предостерегают львов, немножко предупреждают львов, наверное, много не мечтать, или многому не верить, или многого не ждать, или на многих людей не рассчитывать. Ну, в целом, хорошо, да? И новая работа вполне-вполне вероятно. Очень близка она как бы к вам. Карьерное дело, раз уж мы про работу заговорили. Карьера. Продвижение в карьере, то есть новую должность. Карты вам напрямую не обещают, но говорят, что и это и не исключено. Карьерный прорыв может быть, ну, где-то рядом, пусть не в этом месяце, но позже. Вы, если занимаетесь карьерой, будете уверенно также карабкаться по этой карьерной лестнице, а карьеру вам скорее заменит зарплата. Повышение статуса финансового есть, повышение статуса какого-то формального нету, но вместе карты предлагают, наверное, и подумать, насколько вам это нужно. Продвижение я имею в виду именно этим карьерным путём, которым вы сейчас идёте. Заработки, теперь деньги, такая большая тема. И вот не такие простые, не такие невинные карты вам выпадают. Ну, во-первых, десятка мечей. Давайте так скажем, что десятка мечей, если брать младшие арканы, это самая кризисная карта и самая пугающая. Поэтому посмотрите на свои регулярные деньги, на прибыли, доходы, зарплаты и готовьтесь к тому, что что-то довольно серьёзное у вас там поменяется в деньгах. Источник доходов или, наоборот, расходы. Десятка мечей может описывать вам действительно внезапные большие расходы, которые ведут, ну, с вашей точки зрения, буквально к какому-то финансовому, локальному, но всё-таки кризису. Для части аудитории эти же карты обещают вот с такой же уверенностью выход из денежного тупика наоборот. Знаете, когда вот тот счастливый момент, когда привычные денежные обременения у вас заканчиваются, и вы освобождаетесь от какого-то бремени. То есть выплаты начинаются или выплаты заканчиваются, доходы начинаются или доходы заканчиваются. И карты в позиции деньги вам выпадают неденежные, поэтому вот само чувство, не знаю, обогащения, насыщения, комфорта финансового, это не теперь. Это немножко мы отложим. И продолжая тему денег, ох, ну, всё-таки она у вас выглядит действительно несколько проблемной. Несколько! Я не скажу, что это категорически всё плохо. Вот снова, видите, большой денежный дом, а здесь восьмерку кубков, карта расставания. От части планов придётся отказаться. Опять же, план был обречён, ваш финансовый, денежный какой-то план был обречён. Сейчас вы просто получаете финальный выход из этой истории. Вообще, карты вам описывают прощание с деньгами. Прощание с деньгами. Ну, это может быть, не знаю, несостоявшаяся сделка какая-то. А деньги-то вы уже посчитали, а деньги-то вы от неё уже потратили. Обратите внимание, пока я могу сказать вот именно на тему денег. Может быть, заранее стоит как бы систему расходов и доходов упорядочить. А вообще, вот видите, нечто иллюзорное присутствует и в теме работы, и бизнеса. А там, где, если вы заблуждаетесь на тему работы и бизнеса, вы неизбежно, ну, по определению, да, заблуждаетесь и на тему денег. Заблуждаетесь, насколько вам эта работа может денег этих много или мало принести. Поэтому я вижу здесь какую-то очевидную такую связь. Ну, проще всего представить, что для вашего бизнеса доходы будут меньше, чем вы ждали. А, кстати, да, что же делать с такими картами людям, которые только ищут работу сейчас? Будьте очень внимательны. Потому что вот работу вам прям предлагают карты, вот она, у меня же таро цветов, роза. Работу вам предлагают карты, но вместе с ней прямо пакетом, знаете, в нагрузку идут какие-то ваши большие-большие ожидания. Из-за денег, скорее всего. И вот эти ожидания могут не оправдаться, по крайней мере, могут скоро не оправдаться. Может быть, в каком-то другом будущем будет иначе. Дальше. Контакты и дружбы. Ваши контакты с людьми. Для львов это всегда актуально. Для кого-то я могла бы вот эти вот позиции общения, связи пропускать, но не для вас. Потому что львы – люди, удивительно, зависящие от среды. Итак, дружбы и общение с друзьями, с людьми, с близкими. Ну вот видите, опять, посмотрите, у вас везде выпадают карты досады. Они очень похожи. Ну, по крайней мере, в таком общем гадании, вот эта вот семерка Пентакли, например, она будет похожа на семерку чаш. Потому что опять карты подчеркивают вот это. Ожидания не сбываются. И в итоге вы испытываете досаду. Вот эти карты говорят, что буквально вас разочарует, привычно разочарует какой-то человек. Кто-то чего-то не даст, не вернёт, не скажет, для вас не сделает. Тем не менее, тоже это карты не кризисные. Нужно поменьше ждать. Вот несколько раз уже я вас уговариваю. Поменьше ждите от какого-то человека, особенно если он прежде вас разочаровывал, потому что здесь возвращаются старые печали. Теперь контакты с людьми, с миром, с социумом. Вот и всё лучше, по крайней мере, безопаснее и безобиднее у вас будет выбор. Будут меняться под влиянием контакты с людьми, знакомства с незнакомцами и перспективное или нет сотрудничество. Это всё будет меняться под влиянием, под воздействием вашей собственной силы, гордости, под воздействием честолюбия. Это 11 дом, он актуальный далеко не для всех людей, я думаю, хотя, наверное, уже эти времена проходят. Сюда попадает в 11 дом ваша популярность среди неограниченного круга лиц. Это могут быть клиенты на работе у вас, если такой бизнес, клиент ориентированный. Это могут быть люди из разных групп, сообществ в интернете. Ищите, да, обрящиеся карты, вам говорят. Если вы очень постараетесь, вы можете поменять тенденцию, склонить тенденцию в свою сторону. То есть переключить, например, внимание какой-то аудитории людей на себя. Успех через преодоление. Успех вообще не через преодоление, карта вам обещает. Домашние дела, близкие, родственники и ваш дом, а также дороги, да? Очень много чувств, очень эмоциональное время переживут ли вы дома, по месту жительства. Ваши родственники старые и молодые, близкие и не очень. Нет, только близкие люди, возможно, с кем вы живете. Посмотрите, вы будете с ними сильно ссориться, возможно, даже что-то делить. И вы будете с ними же точно так же искренне мириться и друг друга прощать. Очень эмоциональные карты на дом и на семью выпадают вам. Карты фигурные. Поэтому, безусловно, ждите сюрпризов, пожалуй, от ваших родственников, близких. Самое главное, что вам придется много чувствовать, много говорить, много признаваться, много выяснять отношения. Вместе мне не нравится такое сочетание. Карты, конечно, это вместе, это выяснение отношений. Да, на эмоциях местами будет интересно и греет кровь. Но в итоге семейная жизнь должна немножко по-другому выглядеть. Дальние дороги. Любовные приключения с долгоиграющей какой-то историей карты вам предлагают. Любовные приключения. То есть, если у вас исключатся дороги в это время, дальние, например, за границей, то они будут прям по любви, по любви и по серьёзным каким-то делам. Любовь, дом, семья. В общем, переезд за границу, например, к мужу иностранцу. Карты так вот безоблачно могут описывать в таком наборе. Но ещё здесь, возможно, мы видим для вас учёбу или предложение о работе тоже за границей. Интересно. Можете его воспринимать как подарок судьбы, потому что оно несёт вам возможность хорошо заработать. Безупречные карты, в отличие от многих, выпадают ли вам на дороги, на заграничные дела или на учёбу. Обратите внимание на эту сферу. Это подсказка. Чем вам заняться, где вы будете иметь успех. Всё остальное везде, в других местах не такие впечатляющие. Карты дорога из-за любви выпадает. И вот мы как раз до любви-то добрались. Добрались до любви. Романтические переживания или приобретения ваши. Какие они? Ну вот, как я и сказала, предложение о браке вам выпадает от сильно романтического человека и сильно настойчивого, что ещё более похвально. Любовь. Сердце ваше будет любовью, да? Заполнено? Нет, на самом деле не знаю. Про ваше чувство карта ничего не говорит. Карты событийные вам выпадают в доме любви. Вам предстоит принимать какое-то трудное решение, связанное с любовью, с личной жизнью. Ну вот, например, исходя из вышесказанного решения выйти замуж, принять ещё это предложение и далеко переехать. Это ужасно трудно, конечно. Отдаётся, но не только трудно. Здесь есть ещё десятка жезлов. Это карта гордости, карта гордецов. Карта гордецов. То есть мы видим здесь предложение о браке для вас, которым вы будете очень гордиться. Будете принимать ответственность за это, но и оно вам очень сильно польстит. Кстати, новое романтическое знакомство, да, тоже очень возможно. И будет оно таким же лесным. Ну вот знаете, знакомства на самом деле бывают очень разными. Пробуждают в нас чувства тоже очень разные. Вот здесь явно вам судьба подбросит человека отношениями, с которым вы будете гордиться. Человека, которого вы будете с удовольствием показывать родственникам и друзьям. Хотя вместе карты, конечно, описывают и трудные отношения. Знаете, такие вот нелегко дающиеся отношения, над которыми ещё работать и работать. Но тем не менее. Дальше про любовь. Карты предлагают вам в ноябре в партнёры короля кубков. Такого ириса он здесь назван. Король кубков. Чувственный, влюблённый человек, который к вам относится так же, как вы к нему. Тоже гордится и хочет вас утащить с поля боя, как трофей. Интересно у карты историю описывают. Особенно интересно, когда мы говорим о львах. Потому что так или иначе львы всё ценное воспринимают как трофей. И здесь любовная история вполне такая ложится ваша. Я уже сказала, да, если ваш опрос касается длящихся, уже существующих отношений, то просто ждите прилив любви в свою сторону, приступ любви в свою сторону и предложение о браке. Новое знакомство тоже очень близко. И будет оно замечательным, скорым, счастливым. Но я не могу при этом сказать, что вам судьба влюбиться в этом ноябре. Потому что как раз ваши чувства карты меньше всего описывают. Это скорее отношения из таких соображений. Потому что это предложение, от которого невозможно отказаться. Речь не о любви идёт, скорее так. Ну вот, а карты в вашем первом доме говорят, что львам предстоит продолжать что-то, что-то продолжать, ну, например, отношения любовные, немножко под контролем и немножко под давлением. Это не очень хорошо. Здесь, вот знаете, восторгов нет. Потому что это первый дом. Эта карта описывает ваше настроение, ваше отношение к себе и с собой. И здесь мы видим, что, ну, вам придётся соглашаться с обстоятельствами окружающего мира, чего бы это ни касалось. Я не думаю, что это касается работы или каких-то денежных историй. Скорее всего, это всё про любовь, но вообще наполненная история драматизма. Потому что здесь, вот видите, такая вот, так много событий, так много внимания. Но с чувствами собственными вам, конечно, нужно будет разобраться, насколько вам это надо или нет. Потому что здесь как будто бы преобладает желание другого. Преобладает желание другого, не ваше. И опять же продолжая тему вашего внутреннего мира. Вот видите, опять семёрка. Знаете, такой месяц, я просто пытаюсь подбирать слова не слишком, ну, не слишком острые для того, чтобы... Как острые слова, это как острая еда. Не всем подходит. А моя задача всё-таки ухо, слух не резать никому. Но, вы знаете, вот по обилию семёрок и вообще таких немножко закрытых карт, я могу сказать, что Львов ждёт месяц во многом обманчивый. Вот знаете, обманы есть, самообманы. Ну, видите вы эту тонкую грань между вот обманом и самообманом? Она не всегда заметна. Поэтому вас ждут, ну, самообманы или какие-то обманы, вас ждут немножко ложные какие-то дары, ложные предложения или ложные обещания. И вот общий вывод из ноября, который как бы ваше подсознание сделает, потому что это двенадцатый дом, это всё, что глубоко залегает. Здесь работа вашего альтер-эго мы видим. И с одной стороны, вы какую-то ценность приобретёте, может быть, ценный опыт, а с другой стороны, либо попадётесь на обман чужой, либо удачно обманете себя. Ну, в общем, я могу сказать, что месяц вас ждёт хороший. Наверное, самые лучшие новости для одиноких львов и львиц, потому что у вас какой-то такой очевидный прорыв в личной жизни происходит. Ну, а всё остальное можно успешно закрыть глаза. Но, собственно, карта этой описывает, что вы будете намногое закрывать глаза. Где быть осторожными, я вам уже сказала, не буду повторять. И другие карты я взяла. Вот так вот, прям пустая карта здесь выпала. Это уже Таро поисков. Таро поисков или Таро ищущих. Не знаю, как точно перевести. И одну карту, совет, я хочу для вас достать. Ох, мой любимый цветок, гибискус. Совет. Практичность, практичность, практичность. И ещё раз. Практичность. Крупные пентакли вам предлагают. Крупные фигурные пентакли. Оценивайте все возможности, которые вам сейчас приносят время. Только с точки зрения денег. Не эмоций. Не эмоций. Да, ограничимся так. Полезно, не полезно. Выгодно, не выгодно. Пусть это будет такая правильная оценочная формула для вас сейчас. Тогда всё получится. Спасибо.